всем добрый день сегодня мы вместе с вами приготовим торт из меринги или белков для этого мы возьмем 6 яиц они у меня среднего размера и сейчас мы тихонько разделим белки отделим от желтков у меня уже подготовлена вот сухая формочка где мы будем их взбивать вот белки отделила теперь я добавляю щепоточку соли для того чтобы белки стали нежнее и мягче чтобы легче взбивались и на сначала на тихой скорости а потом на средней будем продолжать взбивать теперь я понемногу добавляю сахар по чуть-чуть теперь высыпаем последний сахар и включаем уже самую сильную скорость вот на этом и все наша меренга приобрела глянец увеличилась теперь я сюда добавлю 5 столовых ложек дробленных орехов тихонько перемешаем красота белоснежная красота теперь выкладываем на противень и ровненько расправляем по всей поверхности температура духовки 160 градусов как только я поставлю снижу до 110 и оставлю в духовке где-то часа на полтора все отправляю в духовку наша меренга в духовке вот я вытянула наш корж теперь пока она еще горячая я сделаю из нее три коржа где-то вот так мы должны положить один сюда один на него и третий тоже на него где-то наверное вот так буду снимать пекарскую бумагу все и пусть пока остывают готовим заварной крем 6 желточков взбиваем добавляем сюда 200 граммов сахара соединяем наши желтки с молоком и ставим на огонь теперь ложку крахмала и и ложечку сока лимонного соединяем еще добавим ложечку воды и в конце мы вольем наш крем наша масса густеет теперь отправляем сюда крахмал с лимонным соком быстренько все перемешиваем теперь взобьем блендером вот и наш шикарный крем как остынет мы его соединим с размягченным сливочным маслом вот эти какая масса желтая красивая структура после блендера какая мягкий такой хороший теперь мы взбиваем масло вот такая великолепная масса крема у нас получилось его даже не нужно охлаждать он уже готов и мы сейчас будем покрывать им тортом смазываем торт кремом второй третий посыпем крошкой торт готов поставим охлаждаться торт готов 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 Продолжение следует...